Ну, теперь, Паша, после повышения оклада ты с полным правом можешь жениться на Галле. Прости, Ген, но Галле мне совсем не понравилось. Я не смогу на ней жениться. Ну, а на Аля смог бы? Ты говори, не стесняйся. Я ведь могу на ней не жениться ради счастья брата. На Аля я совсем не могу? То есть я уже смотрю на неё, как на твою жену? А почему не едем, а? А в самом деле, стоим уже около десяти минут, наверное. Больше. Может быть, вообще не поедем сегодня? Пошли. О, такси! 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 А почему мы не едем, товарищ? Тока нет. А почему же вы не сообщили пассажирам об этом? А что, я справочное бюро? Моё дело везти вас. Так скажите нам, что вы не можете везти. А вдруг дадут ток? Дадут, не дадут. Пассажиры должны знать, почему они теряют время. Много будут знать, все профессорами станут. Вот как ты. А ну-ка, товарищ, закрой дверь с той стороны. Так, где ваша жалобная книга? Дайте-ка я запишу там кое-что. Я сейчас тебе тоже кое-что сделаю. Пошел он! Ну, себе позволяйте, товарищ Пашка! Ну-ка, вы иди! Ну, стоп! Пойди, связывайся! Он же никогда не поймёшь! Пойдя отсюда! Пашка, ну-ка, пошёл! Хулиган со стихи! Пошёл отсюда! Изобразие! Эх, Пашка, эту бы твою энергию, да в мирных целях, давно бы был женат. Понимаешь, Ден, он должен быть скрытым уже. Только нет. А он местный. Правильно. Но только умный человек уступает в дорогу трамваю не из вежливости. Сказал Илья Ильф. Я бы на это не допёр. Вот. Вот. Так нам и надо.